Приветствую вас! Мне близка позиция такая, что мужчина, да и вообще любой человек, не только мужчина, люди пьют по причине, что они хотят себя обвинять. То есть это такая вот игра. Игра в алкоголика, она так и называется, можете посмотреть. Значит, чего человек добивается таким образом? Во-первых, мужчина, который пьет, как правило, скорее всего, избавляется от половой и эмоциональной болезни. Я полагаю, что это, ну, очевидно, да? Что мало кто из женщин, мало кто из других людей захочет находиться с тем, кто, значит, пьет и так далее. Это нужно понимать. Очень хорошо желательно понимать эти моменты. Мужчины избегают близости, как мы сказали. Хорошо. Но если человек избегает близости, то он ее избегает почему-то, он ее избегает по какой-то причине, значит, скорее всего, человек считает себя недостойным этой самой близости. Возникает вопрос. А почему? Почему человек считает себя недостойным близости? Что у него за проблемы? Ну, что он считает, что он не может быть близок с женщиной, то есть с вами, например, и так далее. Что это за мысль такая у человека? Почему она берется? Откуда? Понимаете? И здесь, конечно, сказывание, кайп, подозрение, подозрение. А не нравится ли человек себя обвинить? Не нравится ли человек сделать так, чтобы его как можно больше, чаще наказывали за что-то? И вот именно к этому и стремится любой алкоголь. Именно к этому стремится любой пьющий человек. Именно с этого начинается алкоголизм. Стремление к тому, чтобы тебя обвинили. Стремление к тому, чтобы избежать близости эмоциональной, половой, какой угодно. По разным причинам. Человек может считать себя недостойным. Человек может считать, думать все, что угодно, на самом деле. То есть это не имеет значения. И то, что можете сделать вы, это постараться выяснить у мужчины, откуда пошла у него такая установка. Это кто? Ему, грубо говоря, указал на то, что он недостоин любви, на то, что он недостоин ласки, тепла и так далее. То, что можете сделать вы, это дать человеку ключ к пониманию этого. Что у того, что он делает, есть источник. И что это далеко не всегда, к сожалению, далеко не всегда выбор человека. Ну, выбор самого человека, точнее. Далеко не всегда, далеко не всегда это выбор именно самого человека. Скорее всего, скорее всего, за него этот выбор уже кто-то сделал. Как правило, это родители. И перестать его обвинять, перестать его обечевать, перестать его нагазывать. Как поведением, так как словами, так и отношением, поступками и так далее. Потому что это ни к чему. Хорошему не приведет. В любом случае. Вот. Это нужно понимать. Чем лучше вы для себя это поймете, тем будет лучше. Далее, вы можете, ну или лучше сказать, вы вправе найти человеку занятие. Более интересное занятие, чем алкоголь. Да, это потребует определенных усилий, да, потребует определенных, значит, ну каких-то знаний, каких-то доброт времени. Но если вы хотите человеку помочь, это самый лучший способ. Найти занятие, более интересное, более, ну такое, стоящее для него, чтобы он перестал пить. Вот. А хотите вы это сделать или нет? Это уже. Вам решат, но если вы хотите помочь, то безусловно, так и нужно действовать. Конечно, и психолог, и нарколог человеку нужны. Но если алкоголик увидит, что его действие, его поведение ни к чему не приводит, ну то есть не приводит вот к тем результатам, которые он хочет получить, получить, то и пить алкоголику будет не за чем. А, соответственно, если ему не за чем будет пить, то и мотивация употреблять алкоголь существенно спадет. Я полагаю, что это требует определенного последовательного поведения, и далеко не всегда это поведение легко реализовывать. Но если вы готовы, если вы хотите действительно и серьезно помочь мужчине не пить, то я полагаю, что вы это сделаете, и вы к этому прислушаетесь вполне, и прислушившись, вы будете довольно быстро увидите результат. Потому что если вы будете действовать именно так, как я сказал, то результат вы увидите в течение нескольких недель. Конечно, многое зависит от того, какого именно результата вы ждете. Если вы ожидаете, что мужчина перестанет вообще спить, то, конечно, такого не будем. Потому что тут все-таки большую роль играет привычка и большую роль играет ассоциативность и глубина тех установок, которые есть у мужчины. Поэтому я не рекомендовала бы ожидать результата хорошего и окончательного. Но улучшения, вот улучшения, улучшения вполне могут быть. Улучшения вполне достижимы-достижимы здесь. Ну, опять же, если мы говорим именно вот конкретно, да, о том, что вам делать. Если именно рассчитывать только на свои собственные силы, на свои собственные ресурсы и так далее. Это то, что вам можно сказать по поводу вашего вопроса. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если остались дополнительные вопросы по тексту моему, точнее по аудиозаписи, да, я по привычке говорю текст, то буду рад помочь. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.